что такое бесконечность свобода или все-таки путь к самопознанию и вечной работе над собой сегодня мы попробуем это узнать позади меня infiniti qx 50 вы на новом канале меня зовут евгений филоненко и пожалуй начнем нынче автомобильные гиганты пытаются нас всех удивить запасом хода на электромобилях но вот компания nissan пошла по другому пути она разработала в 2017 году совершенно новый двигатель ну как они нам заявляют который может менять степень сжатия то есть быть и спринтером и марафон сам быть дерзким и в то же время экономичным но вот моя экономия она складывается в 12 литров смешанном цикле то есть передвижениях по городу много это или мало удалось ли nissan сделать экономичный дерзкий мотор но вот насчет дерзости я бы наверное поспорил а почему бы я с вами поспорил по поводу дерзости скоростных качеств этого автомобиля ну потому что здесь стоит вариатор джатка и даже при имитации девятиступенчатого автомата все-таки он дает этому мотору на старте некий затуп и машина трогается через несколько секунд после нажатия педали акселератора мне кажется nissan попытались совместить в этом автомобиле и спортивный дух и некую семейность цена на эту машину стартует от 3 миллионов 600 тысяч заканчивается 4 500 давайте посмотрим что мы имеем за эту сумму камера заднего хода вот такой вот средний размерный багажник причем у нас здесь обращая ваше внимание есть вот такая вот небольшая ниша и интересно у нас начинается вот здесь вот стоит дополнительный аккумулятор открытые предохранители и соответственно сабвуфер музыкальной системы босс здесь мы видим такой вот легкую шумку но по поводу шумоизоляции скажу вам так все-таки до премиального сегмента этот автомобиль чуточку по шумке не дотягивает слышен шум мотора и слышны мелкие камешки в арках колес задний ряд в этом автомобиле но как вы сами видите у нас можно изменять наклон спинки есть у нас вот такой вот подлокотник аля nexan x-trail и огромная панорамная крыша автомобиль премиального сегмента компании nissan о чем свидетельствует вот такие вот вставки на дверных картах алькантары и потолок который полностью обшит этим материалом у нас есть подогрев задних сидений и usb вход и вот такая вот розетка естественно есть персональные дефлекторы для задних пассажиров кнопка запуска двигателя которая находится возле рычага переключения передач запускаем мотор руль у нас опускается чуть ниже к коленям у нас есть электрорегулировка руля у нас есть память сидений на двух водителей и вот такой вот блок два больших экрана первый экран проецирует карту на втором экране есть практически все регулировки автомобиля изначально вот эти вот кнопки климатической системы здесь в меню у нас есть и подключение телефона ассистенты вождения из ассистентов здесь есть контроль выхода из полосы адаптивный круиз-контроль и кстати кнопка esp находится тоже на этом экране то есть никаких отдельных кнопок esp здесь нет вариаторная коробка передач у нас такой вот джойстик причем смотри он уже слегка расшатан хотя на автомобиле 15 тысяч пробега и кстати по коже тоже есть вопрос потому что вот кожа водительского сидения уже видны некие заломы а всего лишь 15 тысяч километров пробега есть кнопка режима выбора движения стандартный спортивный и персональный плюс режим эко фишка этого автомобиля в том что здесь нет механической связи между рулем и колесами то есть получается движение идет по проводам на самом деле не очень заметно это но вот когда ты совершаешь разгон так вы знаете интенсивный дерзкий утапливаешь педаль акселератора в пол то такое чувство что руль начинает немножечко гулять единственный минус который я заметил в этой вот системе внутреннее убранство вызывает некие двоякие чувства вроде бы тебе дали премиальные автомобили в то же время здесь есть моменты которые нам напоминают о младших собратьях компании nissan ну например стеклоподъемники где-то в каких-то моделях nissan я уже их видел можете написать в каких например вот это вот выдвижная крышка которая кстати вручную это должен ее закрывать и сделано из такого совсем не премиального материала то же самое могу сказать об этой пластиковой панели в глубине души моей где-то очень глубоко мне это автомобиль нравится ну потому что он вместительный потому что он не похож на остальные машины в потоке потому что он скоростной ну в рамках передвижения по городу но все-таки с премиалкой мне кажется нужно немножечко поработать сказал владелец корейско-таганрогского hyundai акцента это был новый канал это инфинитику из 50 я евгений хиланенко всем удачи и пока